Добрый день! Уважаемые коллеги, мы благодарим вас за то, что вы принимаете участие в наших вебинарах и прикладываем все силы, чтобы они были еще интереснее, еще информативнее для вас. Также хотим отметить, что наша техническая поддержка работает в режиме 24 на 7. Поэтому, если у вас возникают какие-либо вопросы, вы всегда можете написать их по указанным слайде почте. Итак, правила проведения вебинаров остаются неизменными. Звук будет транслироваться в одну сторону от ведущего. Мы просим всех участников отключать видео для обеспечения высокого качества трансляции. Уважаемые коллеги, если у вас возникнет вопрос, а я уверена, что он возникнет в ходе выступления спикера, пожалуйста, напишите его в поле чат. И традиционно докладчики отвечают на ваши вопросы после выступления. Так выглядит окно для проведения вебинаров. Обратите, пожалуйста, внимание на кнопку чат, куда вы сможете написать ваши вопросы. Уважаемые коллеги, сейчас мы, можно сказать, завершаем летнюю третью серию вебинаров компании Rockflow Dynamics. И впереди нас ждет заключительный летний вебинар, который пройдет 11 августа уже в следующий четверг и будет посвящен интегрированному геологу-гидродинамическому workflow по оценке неопределенностей. Хочу напомнить, что традиционно наши вебинары проходят с 10 до 11 по московскому времени. Пожалуйста, регистрируйтесь и участвуйте. Уважаемые коллеги, хочу еще раз напомнить, что если у вас возникнет вопрос, пожалуйста, напишите в поле чат, либо по указанной на слайде почте. Итак, на этом организационная часть окончена, и я передаю слово Антону. Антон, пожалуйста. Добрый день, коллеги. Меня хорошо видно, слышно. Антон, подтверждаю, что ваш экран видно, вас слышно. Спасибо. Отлично. Сегодня мы поговорим про методы подхода к вырублению геологической модели. Рассмотрим общую постановку задачи, зачем вообще нужно вырублять геологическую модель. Рассмотрим процедуру апскейдинга, как она реализована у нас в программе, какие есть опции. Рассмотрим важнейший вопрос контроля качества и также затронем альтернативные рабочие процессы, как получить аналогичный результат, не выполняя апскейдинга. И подведем некоторые итоги. Итак, зачем вообще необходимо обрублять геологическую модель? На первый взгляд хочется, наоборот, отправить детальности, потому что геологическая среда, которую мы моделируем, имеет очень высокую неоднородность. Вот на прекрасной картинке Малкера Джеймса показано, что, допустим, для русловых отложений неоднородность появляется как на уровне детальности обнажения, так и на уровне детальности враса керна и на уровне детальности петрографического шлифа. Но при этом геологическая модель у нас ограничена выбранной нами детальностью, выбранной нами шагом сетки. И в ближайшей перспективе вряд ли мы сможем строить геологические модели с детальностью отдельных минеральных зверей. То есть детальность хочется, наоборот, всегда максимально повысить. И при построении геологической модели всегда выбор детальности 3D-сетки – это такой очень серьезный компромисс, очень серьезное решение, влияющее на дальнейшую достоверность всей создаваемой модели. Может, например, вот типовая ячейка полметра по высоте и 50 на 50 метров по длине оширения, она может включать сложнейший комплекс пород со сложной внутренней структурой, с какими-то внутренними градациями, резкими изменениями, слоистостью, напряженностью, трещинами, вот все что угодно может быть. И у нас это помещается в одной ячейке сетки. Вот, например, внизу обнажение, но по высоте как раз там сопоставимое с одной ячейкой по высоте. Вот, естественно, для того, чтобы модель была реалистична, хочется максимально задать максимальную детальность, потому что ее, как правило, всегда не хватает. Мы ограничены, с другой стороны, вычислительными возможностями компьютера. То есть, какой бы компьютер мощный ни был, все равно есть предел наших технологических возможностей, и мы всегда вынуждены ограничиваться какой-то детальностью нашей сетки. Вот, но при этом, при расчете гидродинамической модели возникает запрос на округление даже вот такой вот компромиссной детальности модели. Это связано с тем, что задача гидродинамической симуляции, она очень ресурсоемкая, и, как правило, при снижении гидродинамической симуляции, в детальности, в уменьшении количества ячеек нашей модели, такие расчеты выполняются быстрее. Вот, и здесь вот возникает другой компромисс, что с одной стороны мы можем огрублять нашу геологическую модель и получать ускорение, просто по времени вычислений, а с другой стороны при огрублении модели возникают искажения, при сильном огрублении они становятся очень существенными, и в какой-то момент наша модель просто теряет связь с реальностью, то есть мы выигрываем по времени, но теряем в качестве. То есть результаты моделирования перестают соответствовать той реальной геологической среде, которую мы моделируем и откликуем от этой среды. Для примера слева приведена исходная геологическая модель, сечение по пористости, сечение по кубу литологии, посередине эта же модель с небольшим огрублением, сечение по кубу пористости, сечение по кубу НТЖ. Видим, что в целом, хотя модель стала грубее, но она близка к тому, что было изначально. А при сильном огрублении мы видим, что у нас теряются прослои неколлектора, ну и в принципе уже внутренняя структура сильно отличается от того, что было вначале. Если мы посмотрим на сечение по печальности, по НТЖ, мы тоже видим, что прослои неколлектора размылись, размазались, превратились в такой один прослой, просто с ухудшенными, со сниженным содержанием коллекторов, но это не такой сплошной клюидоупор, как было в изначальной модели. Вот, и поэтому вот задача огрубления моделя, это всегда такой сложный компромисс, сложно, здесь нужно принять ряд таких сложных решений, которые нельзя полностью автоматизировать. И поэтому, чтобы ответить на все возможные вопросы, вот связанные с этой процедурой, мы решили сделать отдельный вебинар и вот на все эти вопросы ответить. Есть, в принципе, два подхода к огрублению модели. Первый – это ресепплинг, когда у нас исходная и результирующая сетка, в принципе, вообще нет требования, чтобы они имели хоть сколько-то собадающую геометрию. Например, это могут быть две сетки, отличающиеся поворотом. То есть полностью все ячейки отличаются от исходных. Мы видим, что перенести свойства можно, но каждая из ячеек результирующей модели, она потерпевает осреднение по нескольким ячейкам исходной, и из-за этого образуются размытия, какие-то вычислительные искажения. То есть это способ ресепплинг, он универсальный, но он очень грубый. Есть более тонкий способ, который, как правило, используется – это апскелинг. Когда у нас результирующая сетка является, в некотором смысле, наследует геометрию исходной, просто согласно некоторым правилам, несколько ячеек исходной сетки объединяются в одну ячейку результирующей. Это позволяет сохранить резкими некоторые границы, даже при достаточно сильном обрублении. Эта процедура во многих случаях позволяет внести гораздо меньше искажений в модель, и, как правило, именно она является оптимальной, если хочется снизить количество ячеек, при этом нанеся минимальный вред геологической основе. Поэтому давайте остановимся на этой процедуре. Сам апскелинг – это один расчет для сетки, и, собственно, разговор сегодня в первую очередь будет проходить вокруг этого расчета и различных его опций. Сама процедура достаточно проста, то есть здесь нет никаких сложных вложенных в меню, просто последовательно необходимо задать ряд параметров. Есть обязательные параметры, необходимо задать правила огрубления по направлениям по ИЖК, про них мы поговорим чуть позже подробно. Для переноса этажа и полистости есть специальные опции, которые позволяют перенести эти свойства с сохранением непорового объема, плюс можно перенести дополнительные свойства, непрерывные, дискретные, с произвольным правилом премасштабирования. Теперь давайте подробнее рассмотрим каждую из этих настроек. Прежде чем говорить про настройки, давайте поговорим про источник. То есть у нас есть исходная сетка и результирующая сетка. То есть у нас в проекте должна быть сетка детальная, и на ее основе мы создаем какую-то более грубую. Давайте поговорим, откуда у нас может в проекте появиться исходная детальная сетка. Первый, самый очевидный вариант. Мы эту сетку построили сами, то есть это проект дизайнера геологии, который мы сами построили, либо получили от кого-то из коллег. Второй способ, это может быть результат построения модели из стороннего проекта, перенесенного через инструмент обмена данными между проектами. То есть кто-то из коллег передал вам проект, вы из стороннего проекта к себе сетку со свойствами загрузили, и дальше в своем проекте работаете, выполняете обскейдинг. Третий способ, вы можете перенести результаты моделирования из других пакетов моделирования, из Раксара РМС или из Шинберже Петрель. Для РМС есть специальный скрипт экспорта, для Петреля есть специальный плагин экспорта. Вот результаты экспорта могут быть загружены в дизайнер геологии, и далее вы вот эту модель загруженную из геологии можете дальше как родную огрублять и строить вот в дизайнере геологии, дизайнере моделей, строить огрубленную сетку для гидродинамического расчета. Можете, четвертый способ, загрузить сетку со свойствами в одном из обменных форматов grid.co, rescue или resqml. Это тоже такой достаточно универсальный способ, поскольку это автономные файлы, вы можете из любого стороннего пакета, из каких-то вообще доступных источников такие модели загрузить и дальше тоже с ними работать, то есть никаких ограничений здесь не возникло. Пятое, это извлечение геологической основы из гидродинамической модели любого из поддерживаемых форматов. Такой может быть немного неочевидный способ, но если вам доступна гидродинамическая модель в формате, который можно загрузить в дизайнер моделей, вы можете извлечь из нее геологическую основу и также для нее выполнить все дальнейшие процедуры. И тут важно отметить, что для всех этих способов, независимо от того, как бы полностью вы сами построили модель или загрузили из какого-то совершенно стороннего источника, полностью выполняются все процедуры, про которые мы сегодня будем говорить. То есть неважно, вообще модель была у нас построена, откуда-то загружена или вообще извлечена там с гидродинамической модели. Итак, вот с источником геометрии все-таки разобрались. Теперь давайте посмотрим, как создаются кабины объединения ячеек. Вы можете задавать вот в табличке, добавлять вот этими кнопками плюсик и длит строки. Для строк вы задаете, это будет правило для И, для Ж или для К, на какой из осей сетки. И правило в чем заключается? Вы говорите, что, допустим, с первой ячейки по 84 ячейку по И исходной модели, мы вот этот интервал разобьем на 42 части. То есть у нас каждые две ячейки будут таким образом объединены в одну. По Ж у нас со второй на 43 ячейку, то есть всего 42 ячейки, будет объединено в 21 ячейку. То есть у нас каждые две ячейки будут объединены в одну. Пока с первой по 600 мы разобьем на 300 частей. То есть тоже каждые две ячейки будут объединены в одну. Вот если у нас какое-то нечетное количество ячеек, которые нельзя кратно разбить на такие правила объединения, то вот как в случае по Ж, вы можете, вот если бы вы сказали, что с первой по 43 вы хотите как-то разбить, то поскольку 43 не делятся на какие-то кратные числа, то вы бы не смогли поставить какое-то число разбивки, кроме как те же 43. Если вы задаете с второй ячейки по 43, вы можете разбить, например, на 21, можете разбить на 7, можете разбить на 3. Что это значит, если вы со второй ячейки начали? Это значит, что первая ячейка, она так и останется неогрубленной. Дальше на картиночке посмотрим, как будет выглядеть результат. Правила по осреднению по вертикали для удобства пока можно задать по зонам. То есть, чтобы не рассчитывать самостоятельно, вот в какой зоне относятся какая из 600 ячеек, какой из 600 слоев, вы можете ввести разбивку по зонам и задать, до какой зоны вот насколько ячеек производить разбицы. То есть, это те же вот 300 результирующих слоев, что и здесь, но с явной и удобной детализацией по зонам. То есть, какую-то из зон, которая представляет интерес, можно более дробные оставить. Какие-то зоны, допустим, интервалы вне коллектора можно сделать более грубыми, которые не доставляют интерес. То есть, там гораздо большее число ячеек объединить. Далее, вы можете задать свойства неактивных блоков окном для того, чтобы вклад ячеек, которые заданы как неактивные этим свойствам, не усчитывать при масштабировании. То есть, получается, как формерный фильтр. Вы можете задать НТЖ или ЛИТО из исходной модели для того, чтобы с сохранением порового объема получить НТЖ. Если это свойство не задавается, то предполагается, что все ячейки имеют НТЖ равное единице, или литологию равную коллектору. Пористость. Необходимо задать свойства пористости, которое с сохранением порового объема будет превращено в пористость округленной модели. Дальше идет блок перемасштабирования проницаемости на основе модели однофазного потока. Про это поговорим чуть позже. И идет раздел фильтр, который позволяет дополнительно отфильтровать какие-то области и не выполнять по ним премасштабирование. То есть, все эти области не будут учтены при обрублении свойств. То есть, значение в этих областях будет считаться нулевым. Дальше идут разделы с дополнительными непрерывными и дискретными свойствами. Вы можете задать, ну тоже с помощью такого элемента добавления и удаления срок, необходимые вам свойства, задать тип премасштабирования, ну то есть способ обрубления формулы, которая может почти выполняться. И также для дискретных свойств тоже можете задать необходимое вам количество дискретных свойств, для каждого из них задать свой тип обрубления и таким образом перенести эти свойства на итоговую сетку. Если свойств хочется перенести много из исходной модели, то есть кнопка автоопределения, которая заполняет всю таблицу непрерывных свойств всеми непрерывными свойствами исходной модели, а всю таблицу дискретных свойств всеми дискретными свойствами исходной модели. В некоторых случаях это позволяет сэкономить время. И дальше, ну те, которые не нужны, вы уже можете удалить вот с помощью кнопок удаления. Теперь давайте подробнее поговорим про правила в объединении ячеек. Вот, как я говорил, вот, допустим, поговорим вот про правила по ЖИ. Правила все одинаковые, вот рассмотрим вот на примере оси ЖИ. Вот у нас было задано, что с 2 по 43 ячейку этот интервал разбить на 21 часть. То есть вот у нас 2, 3, 4, 5, 6, 7 и так далее объединяются в итоговой 3D-сетке, в одну ячейку. Поскольку первая, первый отсчет, первая ячейка не задавалась, то она так и осталась единичной. То есть здесь по ЖИ обрублении не произошло. Если мы хотим задать какое-то свое правило, ну, условно, допустим, с первой по третью ячейку сделать одну ячейку и дальше с 4 по 43 сделать 20 ячеек, то получаем соответствующий результат. Вот с 1 по 3 у нас объединились в одну, с 4 по 43 идут по 2 объединенные ячейки. То есть довольно удобно, просто можно задавать такие правила. Вы можете выбрать строку, вставить туда еще одну пусту и заполнить необходимым вам правилом. Чтобы не ошибиться, чтобы не ввести каких-то некратных чисел, чтобы не ввести каких-то пересекающихся интервалов, здесь предусмотрена такая, на мой взгляд, удобная защита интерактивная. Если вы вводите неприемлемое значение, то она, вся ячейка тут же подсвечивается красным цветом. Вот это касается и некратных значений, это касается и пересечений с соседними интервалами, это касается выхода за пределы числа ячейк в исходной модели. То есть все эти случаи интерактивно подсвечиваются вот красным. Стоит вам поправить значение на корректное, вот это выделение красным уходит. То есть еще до запуска вы можете увидеть, правильно ли вы задали параметры или нет. Ну, по крайней мере, с точки зрения выявления абсолютно неприемлемых значений. Вот как это выглядит. То есть вот мы, допустим, с 4 поставим по 42, то есть вот неприемлемое значение, вот у нас 20 подсвечивается как недопустимое. Вот мы поставим, допустим, строку по строку 3, у нас подсвечивается, что 20 недопустимое, и что пошло пересечения с второй строкой. Если мы пока, например, поставим 700, там просто нет самостоящих, даже если мы поставим, что сделать одну, то видим, что подсвечено красным. И таким образом, прямо при заполнении таблицы вы можете быть уверенными, что все некорректные значения вам будут продемонстрированы. Давайте теперь посмотрим про способы обрубления дополнительных непрерывных свойств. Здесь доступно довольно большое количество методов. Так устроена, в принципе, вот эта таблица. Вы задаете строку. Здесь просто галочка, когда вы используете свойства или нет, дальше название свойства, дальше что обязательно нужно выполнить тип обрубления. Дальше, в случае, если вы выбрали степенное среднее, то здесь надо задать степенной коэффициент для степенного среднего. Для остальных методов этот параметр не используется. И если вы хотите для свойства применить взвешивание по коровому объему, то необходимо поставить галочку в соответствующем столбце и выбрать весовое свойство. То есть это, таким образом вы заполняете параметры для каждого из свойств. Теперь вот какие есть методы. Самая, наверное, ну как бы есть сумма, но это не самое популярное. Есть средне арифметическое, один из типовых методов. Среднегеометрическое, среднегармоническое тоже достаточно широко используется. В каких-то случаях степенное среднее, вот для которого надо указывать дополнительно параметры управляющей степени. И комбинированные методы, где вы выбираете по одному направлению гармоническое, а по двум другим арифметическое среднее. Для дискретных свойств в целом аналогично. Вы выбираете дискретное свойство, но здесь параметр меньше, вам нужно просто указать тип рубления. Большинство, как бы, лимода, это выбор самого частого значения. Для дискретных свойств, как правило, этот метод используется. В каких-то случаях медиана, то есть ранжируется значение и берется среднее по этому ряду. Минимум или максимум. Максимум в каких-то случаях тоже используется, например, для обрубления от кнула. Здесь же вот под этой таблицей находится, как я уже показывал, кнопка автоопределения, которая заполняет и таблицу дискретных, и таблицу непрерывных свойств. Что касается рекомендаций по использованию методных врубления, то каких-то единых рекомендаций тут нет. Тут, на самом деле, подсказка довольно творческий, но есть некоторые устоявшиеся подходы для свойств, которые имеют распределение близкое к распределению гауша, то есть, которое изменяется по линейной шкале, у практически какое-то наиболее частое значение, чаще всего используют среднеархметическое, то есть, користость, блинистость, вот какие-то такие свойства. Для непрерывных свойств с несимметричным распределением значений используют среднегеометрическое, среднегармоническое, ну, в некоторых случаях остальное среднее, но во многих случаях способом, который ничуть не хуже, является преобразование вот этих параметров к нормальному, ну, распределению убийства к нормальному, то есть, переход к такой линейной шкале, и дальше работа аналогично с полюс, то есть, там, с тем же среднеархметическим. Ну, вот в цеповой случае здесь пронисаемость, то есть, можно пытаться с большими искажениями, там, перемасштабировать пронисаемость, там, с помощью среднегеометрического или среднегармонического, а можно еще на этапе скважинных данных через калькулятор пересчитать пронисаемость в логарифм пронисаемости, и дальше построить и куб логарифм пронисаемости, и перемасштабировать вот этот логарифм пронисаемости, и дальше уже, когда вы будете иметь финальный вот этот куб логарифм пронисаемости, обратно перейти из него в пронисаемость. В многих случаях это позволяет существенно снизить искажения, потому что ни среднегеометрическое, геометрическое, ни среднегармоническое, ни в полной мере снижают искажения, которые возникают от близости ячеек с радикально отличающимися значениями. Для огрубления дискретных свойств, как я говорил, как правило, используют моду наиболее частое значение, то есть это какие-то индексы фации, летотипы, подобные свойства. И кроме того, есть другие методы преобразования, которые используются в каких-то специализированных случаях. Например, это максимальное значение для куба окну. В этом частном случае максимальное значение, наверное, может быть рекомендовано как параметра по умолчанию. Для ремаштабирования проницаемости на самом деле не обязательно использовать такое арифметическое, грубые арифметические методы или приходить в их проницаемости. Есть такой еще изящный способ, который у нас уже реализован. Это огрубление проницаемости на условия модели потока. Идея в том, что вы задаете на вход три свойства, проницаемость по x, по y, по z. И на выходе тоже получаются три свойства, проницаемость по x, по y, по z на огрубленной модели. Но при этом свойства вот эти результирующие рассчитываются не арифметически, а на основе симуляции течения однофазного потока, где для каждого из вот этих свойств по отдельности. То есть отдельно, потому что берется так, perm x, отдельно perm y, отдельно perm z. Задается напор на входной и на выходной грани, а боковые грани акционально вы можете указать, считать их открытыми или закрытыми. Вот это тоже такой широко используемый подход. И несмотря на то, что там внутри он сильно математически более сложен, чем вот такое арифметическое ремасштабирование, по управлению он тоже как бы ничуть не сложнее. Тоже это может геолог без каких-то особых познаний в особенностях моделирования потока может просто задав правильные входные параметры и выходные получить таким образом ремштабированную проницаемость. Теперь давайте поговорим про контроль качества. Рассмотрим вот пример этой модели, которую я показывал вначале более детально. Вот у нас полистость сечения. Вот мы полистость обрубили по и по же и по ка в два раза. И давайте еще дополнительно обрубим по ка. То есть в случае, где по и по же и по два раза пока в 4 и по и по же и по два раза пока в 8. То есть как бы очень сильное обрубление. И то же самое с литологией. У нас исходная литология вот такая вот. Есть тонкие простоя неколлекторы. Вот это же с обрублением в два раза по и по же и по же и по два раза пока в 4. По и по же и по два раза пока в 8. То есть тоже очень сильное обрубление. И посмотрим, каким образом мы можем отловить вот эти ситуации, чтобы не допустить слишком сильное обрубление, искажающее распределение свойств. Ну вот, я свойства как бы это визуально демонстрировал. Понятно, что визуальный контроль это хороший относительно надежный способ. Но есть проблема, что нужно много сечений таким образом посмотреть. Метод субъективный, то есть у разных геологов могут быть разные взгляды на то, приемлемо такое обрубление или нет. И самая большая проблема в том, что визуальная проверка не гарантирует, что ответ гидродинамической модели будет такой же. То есть геолог может только предполагать, что вроде бы все неплохо, но как бы судьей является гидродинамическая модель. То есть ответ может быть получен только на гидродинамической модели. Но если геолог часто выполняет эту процедуру, часто видел, часто оценивал правильность своих решений с точки зрения того, хорошо ли потом считалась гидродинамическая модель, то возможно вот его вот таким образом с помощью визуальной проверки может быть использован. Ну, во многих случаях хочется сократить время проверки, как-то ее автоматизировать и на первый взгляд проще всего сжать напрочь гистограмму и посмотреть на гистограмме. Сильное у нас отличие или небольшое. Так вот, проблема в том, что гистограмма является очень плохим средством контроля. То есть вот мы здесь показываем, что сопоставление исходной модели и приемлемо огрубленной, и сопоставление исходной модели и жестко огрубленной, ну, они отличаются, как бы, та гистограмма и другая, но нет каких-то здесь радикальных отличий, которые могли бы сказать, что вот все, как бы вот эта вот модель с огрублением пока 8 раз, как бы она не подходит. Вот, то есть на гистограмме очень легко пропустить неприемлемый результат, не увидеть, поэтому использование гистограмм является очень рискованным. То есть вы сэкономите время, но очень велик риск, что ошибется. Поскольку у нас на большинстве месторождений изменчивость по глубине гораздо выше, на порядке выше, чем изменчивость по площади, можно не полностью все, как бы, сжимать в единую гистограмму, а рассчитывать с гистограммом по каждому слову, то есть вот строить ГСР. ГСР обладает, как бы, теми же проблемами, что и гистограмма, но, по крайней мере, вертикальную изменчивость, он в каком-то виде, в каком-то виде, в каком-то виде не так искажает. Вот, давайте посмотрим. То есть использование ГСР, составление ГСР по исходной модели и по результирующей позволяет нам, как бы, одним взглядом увидеть, насколько у нас произошло искажение распределения с поезд. Вот, и, как бы, с одной стороны, там какие-то, наверное, самые вопиющие случаи мы сразу увидим, но, с другой стороны, тут тоже нет критериев, как увидеть, как бы, сильно изменилось или все-таки еще недостаточно сильно, приемлемо или неприемлемо. Слева у нас сходная модель, справа у нас ГСР по огрубленной в два раза по всем направлениям. Мы видим, что вот по, ну, какому-то контрольному прословлению коллектора у нас доля вот этого коллектора упала с, там, 65% до 45%. Ну, можно ли сказать, что, как бы, это корректный, корректный результат? Ну, условно. Вот, мы обрубили ПОК уже в 4 раза. Мы видим, что там 65% превратилось в 35%. То есть на вистограмме мы этого не увидели, но в их серии это видно, что вот в критических областях у нас сильно картина меняется. Если мы еще раз в два раза о гугле видим, что, ну, что-то это уже неприемлемо, что у нас тут уже, как бы, не коллектор, кого-то не осталось. Вот, ну, неприемлемый случай на ГСР можно выявить. Вот, но для каких-то вот таких промежуточных случаев все-таки лучше использовать ГСР только для первичного контролия и дальше и ту проверку производить все-таки на сечении. На сечениях, на каких-то, может быть, на 3D-визуализации, но, как правило, самое вероятное сечение. Что касается использования ГСР для контроля качества, здесь стоит помнить еще одну принципиальную проблему. Поэтому использование ГСР – это, как бы, метод, который предполагает полную стационарность свойств по площади. То есть у нас все ячейки из одного слоя огрубляются и строятся, как они вот такая единая гистограмма. Это хорошо экономит время, если у нас класс неизменный, но если у нас есть площадная изменчивость, то ГСР, как бы, начинает вводить в заблуждение, поскольку осредняются ячейки с сильно разным распределением свойств. То есть вот эта итоговая результирующая картина, она уже, как бы, не относится ни к одной из областей, а представляет собой что-то такое абстрактное среднее. Поэтому, если в ходе экспертного анализа, в ходе знакомства с месторождением мы видим, что у нас есть какая-то площадная изменчивость, методологическая неоднородность, какие-то вот области с разными условиями осадка накопления, то либо лучше полностью отказаться от использования проверки по ГСР, либо с очень большой осторожностью надо выделить фасы или какие-то вот зоны с разными экологическими типами и по ним производить анализ по отдельности. Ну, в случае, если есть резкие границы, там, где можно оконтурить разные методики, как бы, это еще хорошо, но бывают плавные градации, и там вообще непонятно, как такие границы проводить. Вот, так что, ну, в целом, если есть площадная изменчивость, то от контроля по ГСР лучше отказаться. И, приходя к альтернативным рабочим процессам, ну, пока еще не частично приходя, можно здесь сразу сказать, что если ГСР, если у вас паст выдержанный, изменчивости значимой нет, и с ГСР можно работать, если ГСР, как бы, очень хорошо отображает практикальную изменчивость, то можно пойти обратным путем. Можно не округлять модель вслепую и смотреть, хорошо это или плохо, а можно, как бы, сразу начисто указать прямо вот по ГСР, какие слои, на ваш экспертный взгляд, можно объединить в один. То есть, у каких слоев близкое, вот, такая, как бы, гистограмма, близкое распределение свойств. То есть, например, смотрите, вот с 470 по 476 можно объединить в одну ячейку, в один слой. С 481 по 483 тоже можно объединить. С 489 по 491 тоже можно объединить. Ну, тоже все понятно субъективно, только скажем, там и 492 можно сюда добавить. Вот, ну, это процедура, которая полностью не автоматизируется. То есть, как бы, пока привлечение специалиста человека здесь необходимо. И давайте теперь рассмотрим полностью альтернативные рабочие процессы. Каким образом можно получить так вот угрубленную модель, не выполняя, собственно, обстрелив. Поскольку в современном мире моделирование предполагается, что записывается последовательность выполнения шагов модели, то есть, если вы строите модель, то у вас есть не только объекты в проекте, но и workflow, где записано, как вы строите модель, там, от исходных данных и, там, до патчета запасов, то, обладая таким workflow, вы можете скопировать исходную геологическую сетку, ну, сделать резервную копию, так сказать, в workflow задать более грубый шаг по строению сетки, то есть просто с минимальными изменениями, когда перезапускается модель, просто на как бы более грубой сетке, у вас полностью перестраивается вся модель, перемасштабирование, где могут возникать искажения, собственно, вообще не происходит, вот, и это такой очень щадящий процесс, получить более грубую модель, которая будет быстрее считаться и с минимальными искажениями. Здесь искажения будут только за счет того, что у вас большее количество данных будет объединяться, усоединяться в одну ученику, но не будет искажений, собственно, от процедуры перемасштабирования. Здесь у вас открывается дополнительная прекрасная опция. Если вы делаете такое огрубление вот на основе workflow, вы можете взять, найти метод GIS, который хорошо характеризует изменчивость вертикали, ну, допустим, AlphaPS, и с помощью расчета создания традиций пропорций получить вот такую табличку, которая по каждой зоне укажет оптимально с точки зрения изменчивости, количество разбивок на снои. Дальше вы можете в расчет сетки положить вот эту таблицу, то есть сказать, что разбивается там не через каждые два метра, а согласно этой таблице, и получить такую сетку с неоднородным шагом по вертикали, что очень сильно сэкономит число ячеек, вот, но, опять же, без какого-либо перемасштабирования. То есть вы получите необходимый результат, более грубую 3D-сетку используя на ней, но без выполнения перемасштабирования и связанных с этим искажений. А искажения перемасштабирования возникают всегда. И еще один, тоже в некотором смысле, альтернативный рабочий процесс. Мы же говорим про T-навигатор, то есть у нас оптимизированный симулятор, который позволяет запускать модели на распределенных классных системах, и вот этой возможностью можно воспользоваться. Огрубление модели, хоть с перемасштабированием, хоть без перемасштабирования, оно в любом случае будет вносить искажения. Вот, есть возможность считать гидродинамику на исходных моделях, на моделях с детальностью геологической, вот, используя запуск на кластере, вообще без какого-либо огрубления. Вот, это позволяет сохранить исходную детальность, вот, с того, с чего я начинал, как бы то компромиссное решение, за которое там происходило, борьба там в самом начале создания модели, которая там очень внимательно была обоснована при геологических исследованиях, и сохранить свою детальность, посчитать на ней гидродинамическую модель. Вот, у нас симулятор очень эффективно использует все узлы, все ядра вычислительных кластеров, и тоже тут следует понимать, что в современном мире вычислительные кластеры – это не обязательно машинный зал, как бы есть вычислительные кластеры, так скажем, персональные, то есть это такой небольшой шкафчик просто с набором установленных внутри вычислительных узлов, вот, ну, допустим, там 20 или 40 узлов обеспечат производительность многократно более высокую, чем любая самая мощная имеющаяся на рынке рабочая станция. То есть это будет многократный прирост производительности. Вот, и наш симулятор позволяет полностью использовать все вычислительные ресурсы такой вычислительной системы. Вот это, ну, можно сказать, рекомендуемый метод, если возможность позволяет. Это позволяет посчитать гидродинамическую модель вообще не внося искажений в геологическую основу. Ну, и подводя итоги, можно сказать, что у нас в дизайнере геологии есть все необходимые инструменты для округления геологической модели, для контроля качества такого округления, вот, но следует понимать, что независимо от выбранного подхода или алгоритма всегда будут вноситься искажения. То есть эта процедура всегда вносит искажения, и вопрос только в том, насколько приемлемы для вас эти искажения. Рекомендуемым способом в большинстве случаев является гидродинамический расчет на полноразмерной модели. Можно на локальной машине, если модель не очень большая, либо, если модель крупная, то вот на классовых частицах. Для того, чтобы оценить, насколько у вас огрубление, насколько большое было лицо искажения, насколько исказило результат, единственным способом является запуск гидродинамической модели. Вы можете экспертно оценить на разрезе, на разрезах, расканировав какую-то модель, посмотрев, насколько визуально произошло размытие, искажения. Но это, во-первых, трудоемко, во-вторых, субъективно, и, в-третьих, не гарантирует того, что ответ гидродинамической модели будет именно такой, как вы ожидаете. Если у вас нет высокой латеральной изменчивости, то, как я говорил, есть возможность использовать методы, основанные на ESR или аналогичных подходах, где вы подбираете оптимальные параметры для огрубления по вертикали на основе анализа вертикальной изменчивости визуального или на основе какой-то кривой ГИС, которая хорошо отображает вертикальную изменчивость. На данный момент такие процедуры известны, они реализованы у нас, но тоже нужен и визуальный контроль, и проверка на гидродинамической модели, чтобы ответить, действительно, внесенные искажения приемлемы. То есть здесь не будет, как бы, минимизируется искажение от ремасштабирования, или вы полностью их исключаете, если напрямую устроите на основе workflow, просто с более грубым шагом по вертикали, но искажения от объединения данных в более крупные ячейки все равно возникают. Ну и альтернативный рабочий процесс – это работа на основе workflow, задание более грубого шага сетки и перестройка модели на такой более грубой геометрии. Искажения за счет попадания данных в более крупные ячейки все равно будут, но здесь вы исключаете полностью искажения от процедуры обстреливания. Ну это вот в целом обзор данной процедуры и основные ключевые моменты, на которых хотелось остановить внимание, потому что действительно в некоторых местах есть возможность получить некорректный результат и лучше сразу узнать, как правильно вести себя при работе с той или иной процедурой. Если есть вопросы, давайте с удовольствием на них отвечу. Антон, да, вопросы уже есть. Обратите, пожалуйста, внимание на чат. Так, на какого количества ячеек сейчас можно использовать сетки без масштабирования? Может большую часть гидродинамических моделей можно ли масштабировать, чтобы сохранить детальность? Там, в общем-то, нет верхней границы, то есть любую гидродинамическую модель, ну как бы любую биологическую модель можно рассчитать без масштабирования. Вопрос только в том, поместится ли она, будет ли она доступна для расчета локально на вашей рабочей станции или необходимо будет использовать кластерные мощности. Здесь, ну, какие-то предварительные какие-то можно сделать, но как бы единого правила нет. Вот, как бы это, ну, как бы проверяясь с тестовыми запусками. Вот, но как бы основная мысль, что модель любую можно посчитать без обрубления. То есть здесь нет верхней границы. Так, следующий вопрос. Про средства неравномерного вертикального отскенда на основе МСР. Да, есть исследования, вот, ну, и методики опубликованные, вот, про автоматизацию вертикального, вот, такого обрубления. Ну, как бы мы видим исследование в этом направлении, и со временем, наверное, какие-то у нас подобные средства появятся. Вот, ну, как бы это, ну, самая приоритетная, так скажем, задача, поскольку у клиентов на него не особо спрашивают. Вот, если запрос будет больший, можно будет как-то эту тему форсировать. Вот, следующий вопрос про обратную процедуру, про измельчение сетки. Да, у нас есть процедура даунскейлинга, которая позволяет принести значение с более грубой на более детальную сетку. Ну, это, как бы, другая, отдельная задача, потому что там не происходит потери информации. То есть там однозначно на основе имеющихся значений в ячейке можно посчитать значения в более мелких ячейках. Вот, если мы, допустим, задали какое-то вот локальное измельчение, ну, вот, допустим, в районе скважины, то все свойства из исходной ячейки будут скопированы в каждую из ячейок вот этого... Ну, как бы, этого Эльжара, это область локального измельчения. Вот, то есть, если у нас геометрия совпадает, то там вообще, как бы, никаких искажений не вносится. Ну, и вообще, это другая задача, то есть, на дыму к обрублению модели это... не имеют отношения. То есть, вот, задача обрубления, она... Это, как бы, одна большая проблема, потому что у нас в любом случае будет потеряна информация, и хочется информацию о потере минимализировать, и детализации там, как бы, такой проблемы нет. Так, еще какие-нибудь вопросы? Так, если вопросов больше нет, тогда предлагаю на этом остановиться. Спасибо. Благодарим вас за очень интересный доклад. Уважаемые коллеги, хотим отметить, что запись данного вебинара, как и проведенных ранее сессий, вы всегда можете найти на нашем канале YouTube. Также обращаем ваше внимание на том, что у нас появился Telegram-канал, где мы делимся новостями, интересными и полезными материалами по нашему продукту, рассказываем о компании T-Navigator. Обратите, пожалуйста, внимание на ссылки в чате, где вы увидите ссылку на YouTube, на Telegram и на опросник. Уважаемые коллеги, вы знаете, что нам очень важно ваше мнение, чтобы делать наши вебинары еще лучше, еще информативнее для вас. И этому способствует ваш отзыв. Пожалуйста, пройдите по ссылке из чата, заполните опросник. Заполнение опросника занимает не более 30 секунд, и те слушатели, кто заполняет опросник, получают доступ к презентации спикера. Презентация была сегодня очень интересная. Антон, благодарим вас еще раз за такой интересный доклад. Уважаемые коллеги, мы благодарим вас за ваше участие, за то, что вы с нами. Если у вас появятся или есть какие-либо вопросы, пожалуйста, напишите нам по указанной на слайде почте. И ждем вас в следующий четверг, 11 августа, на вебинаре, который посвящен интегрированному геологическому воркфлоу. Напоминаю, что это будет заключительный вебинар, летней серии вебинаров. Поэтому, пожалуйста, регистрируйтесь и участвуйте. До встречи 11 августа.